Сегодня в утреннем эспрессо. Быть статистом не скучно, а тех, кто собирает и анализирует данные, узнаем больше в День работников государственной статистики. Постотпускная адаптация, как влиться в рабочий ритм, получим рекомендации специалиста. Скрыниц Продвечных, участника фестиваля народного творчества, встретила деревня Грушевка Ляховичского района. Об этом и не только вы узнаете сегодня в программе «Утренний эспрессо». Мы напоминаем вам, что работаем в прямом эфире. 21-55-65, номер телефона нашей студии. Дозванивайтесь к нам, делитесь рецептом хорошего настроения и секретами отличного начала дня. И выигрывайте подарки, которых, как всегда, у нас сегодня много. Ну, по крайней мере, три, это точно, да? Ну, а мы сейчас поговорим немножко о счастье, о любви. Но начнем, наверное, с не самой приятной информации, потому что существует заболевание, которое не позволяет влюбиться. Его открыли так любимые нами британские ученые. Хотя на данный момент не существует лекарств от этого заболевания, есть множество медикаментов, которые позволяют регулировать уровень этого состояния, то есть уровень влюбленности. Тем не менее, сам факт, что мы принимаем лекарства для того, чтобы полюбить, это может свести на нет всю романтику и сделает заболевание еще более удручающим. Но мы уверены, что у вас этой проблемы не существует, дорогие друзья. Да, ну, кстати, еще вот за нежность в отношениях отвечает гормон, который называется окситоцин. Его еще называют гормоном родительской любви. Бабочки в животе, к слову, это тоже не выдумка. Щекочущее ощущение в животе во время влюбленности вызывает также адреналин. Ну, адреналин. Это такой гормон, который также вырабатывается во время стресса у нас в организме. Да, и что, естественно, тайная любовь, она усиливает эмоции, конечно, чем явная в большей мере. Ну, говорят, что да. Вот, а вообще наличие романтических отношений делает нас добрыми, бодрыми и улыбчивы, дорогие друзья. Да, поэтому любви вам, наши уважаемые телевизорители. Что ж, мы продолжаем наш эфир. Самое время узнать, что же прогнозируют синоптики сегодня в каждом из городов Брестского региона. Да, и партнер показа прогноза погод, торговый центр «Дидас Персия» предлагает в аренду торговые и офисные помещения. Аренда в «Дидас Персии» – это отличная возможность разместиться в современном благоустроенном центре, который находится в самом сердце Бреста, в районе с развитой инфраструктурой. Работа вашей компании в торговом центре «Дидас Персия» – это залог успешного развития бизнеса и благоприятного имиджа, который, как вы понимаете, будет выгодно отличать вас от ваших конкурентов. Контактные телефоны вы видите на экранах. Ну а прямо сейчас прогноз погоды с торговым центром «Дидас Персия». Дидас Персия Дидас Персия Доброе утро, Брест! Привет, Брест! Привет, просыпайся! Good morning! Доброе утро! Всем хорошего дня! Доброе утро, Брест! Доброе утро с чашечкой эспрессо! Ну что ж, дорогие друзья, мы еще раз желаем вам доброго утра. Всем-всем-всем городу Брест, Брестской области, всем нашим городам, всем тем, кто нас сейчас видит, слышит, всем тем, кто с нами. Давай дарить подарки. Давай дарить подарки. Для начала напомним, что номер телефона нашей студии 21-55-65. Дозванивайтесь к нам в прямой эфир, отвечайте на наши вопросы, получайте подарки, как уже сказал Игорь. У нас на канун сертификат в детскую игровую комнату Рио. Вопрос у нас следующий, с подвохом. С подвохом, но очень простой. Какой рукой лучше всего размешивать чай? 21-55-65. Какой же рукой лучше всего размешивать чай? Итак, звоните к нам, 21-55-65, отвечайте на этот простой вопрос, но опять же мы говорим с подвохом, он небольшим. Вот, нашим малышам мы подарим замечательный сертификат в детскую игровую комнату Рио. А там очень здорово говорят, сухой бассейн, батут, аниматоры, в общем, будет очень здорово. Можно с пользой провести время не только в выходной день, но и в будни можно порадовать себя и своего ребенка. Поэтому дозванивайтесь, пожалуйста, 21-55-65. Если малыши спят, могут дозваниваться родители. Конечно, позвоните, прокачайте гормон окситоцин, как мы говорили в самом начале, это гормон родительской любви. Эндорфин, гормон радости. Да, звоните, звоните, получайте ваши сертификаты, ответ простой. Есть у нас звонок, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире, здравствуйте. Вот мы практически вас слышим. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, как тебя зовут? Матвей. Матвей, привет. Матвей, привет. Привет, Матвей. С какого города ты? Где ты живешь, Матвей? В каком городе? Беловежский. Ага, Беловежский. Привет, Беловежскому. Наше приветствие и доброе утро. Матвей, скажи, пожалуйста, знаешь ли ты ответ на наш вопрос? Какой рукой лучше всего размешивать чай? Ложкой. Что-что? Ложкой. Ложкой, молодец, конечно. Правильно, Матвей, молодец, хорошо. Скажи, а сколько тебе лет? Шесть. Шесть лет, уже большой совсем. А ты всегда так рано просыпаешься? Угу. Молодец, молодец. Отлично, хорошо. Спасибо тебе, что до нас дозвонился. Пусть родители не кладут трубочку. Наш администратор расскажет, как ты сможешь забрать билет в комнату Рио. Ну что ж, Матвей, молодец. Действительно выиграл замечательный пригласительный билет в детскую игровую комнату Рио. Мы еще раз приветствуем Беловежские, когда такие замечательные молодые люди дозваниваются. Всем вам удачи и хорошего настроения на сегодняшний день. Мне кажется, самое время передать слово нашим человечекам. Узнаем, о чем они размышляют на этот раз. Я имею право делать там кататься, гулять по два часа. Но не имею права чиниться к ней. Не умею делать, так что не имею права прикасаться к ней. Я имею право один выходить на улицу гулять. Я не имею права в мамин компьютер нарезать. Не имею права ругаться. Говорю я маме. Можно мне, пожалуйста, посмотреть немного телевизор? Мама мне говорит, две минуты. А я ничего не говорю. Говорю, хорошо. А если я еще буду много смотреть, то этот тоже не имею права. На другое два часа имею права. Ребенок имеет право играть, рисовать, лепить. И ему нужно веселиться. Поздравляю вас с День защиты детей. Будьте вы храбрыми, четкими, зруими там. Ну и так далее. Счастье, чтобы хорошо учились в школе, читали побольше книг. Я хочу признать всех детей, чтобы не было счастья, здоровья. И чтобы они себя хорошо книжки читали. И буквы хорошо вот это изучали. И математику читали. И в школе хорошие оценки получали. Десять или пять. Желаем счастья, здоровья. И чтобы они не болели. Я поздравляю всех детей. Желаю, чтобы они росли здоровые и хорошие. Да, наши человечки умеют удивлять. Конечно, и высказывают свою точку зрения в неожиданном ракурсе. Но сегодня, как никогда, они были действительно разумны и последны в своих обсуждениях. Но мы продолжаем детскую тему. И на этот раз поговорим о государственной автоинспекции. ГАИ призывает водителей быть бдительными накануне сентябрьской самотохи. Что естественно, ведь малыши идут в школу, идут в детские сады. В период проведения специальных комплексных мероприятий, согласно правилам дорожного движения, автомобилисты должны включать ближний свет фар. Подобные комплексы мероприятий, мы с вами знаем, традиционно проводятся перед началом учебного года. В данном случае с 25 августа по 5 сентября решили это сделать. В это время особое внимание ГАИ приковано к пришкольным территориям и подъездным дорогам. Более подробно, что будет происходить, мы поговорим уже в эту пятницу. Пока сотрудники ГАИ уже проводят проверку дорог и улиц, прилегающие к учреждениям образования. Обращается внимание на состояние асфальтового покрытия, на правильность разметки, дорожных знаков, а также степень освещенности участков. Есть еще время исправить все нюансы, потому что буквально на следующей неделе есть еще время, чтобы все было хорошо. Так что, дорогие друзья, с 25 августа включаем ближний свет фар. Ни в коем случае не забываем об этом. Да, ну а мы напоминаем, что сегодня 23 августа, среда, и давайте узнаем, чем день сегодняшний и знаменит в мировой истории. Сегодня среда, 23 августа. И вот какими событиями ознаменован этот день. В 1913 году в этот день в Копенгагене был открыт памятник русалочке. Бронзовая скульптура андерсоновской героини русалочки была создана по заказу крупного пивовара и мецената, который был очарован балетом по этой сказке, посмотрев его в Королевском театре Копенгагена. Моделью для русалочки послужила жена скульптора. 23 августа 1920 года военно-революционный комитет Беларуси принял постановление о создании Центрального статистического бюро. С конца 90-х это Министерство статистики и анализа. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники государственной статистики. В 1943 году в этот день закончилась одно из крупнейших сражений 20-го столетия – битва на Курской дуге. Победа под Курском ознаменовала перелом в ходе Великой Отечественной войны. Вермахт потерпел сокрушительное поражение, предопределившее итог войны. В 1943 году в городском поселке Лаги Шинпинского района родился Тадеуш Юшкевич, ученый в области спортивной педагогики. Доктор педагогических наук, профессор. Основатель научно-педагогической школы по исследованию проблем подготовки спортсменов высокой квалификации. 23 августа 1977 года в Калифорнии совершен первый полет на летательном аппарате, приводимом в движение мускульной силы человека. Конструктором аппарата был Пол Биттим Макреди, а пилотом – велосипедист Брайан Аллен. Весил аппарат 32 килограмма и имел размах крыльев 29 метров. Его пропеллер приводился в движение с помощью педалей. Сегодня замечательный праздник. Сегодня день работника статистики. Именно об этом мы сегодня поговорим с нашими первыми гостями. В гостях у нас сегодня первый заместитель начальника главного статистического управления Брестской области Нина Петровна Шохно. Доброе утро, Нина Петровна. Доброе утро, Нина Петровна. Для начала поздравляем вас с профессиональным праздником. Спасибо большое. Расскажите, с чего начинается утро работника статистического управления Брестской области? Мне кажется, оно начинается, как и у всех людей, которые собираются на работу. Это будильник, это сбор на работу и хорошие позитивные мысли, чтобы прийти на работу с хорошим настроением. Я как-то думаю так. Нам кажется, что нужно начать беседу с того, чем же все-таки занимаются статисты. Потому что мы много о вас слышим, получаем очень много информации. Вот мы видим это здание красивое, большое. Все его знают. А вот чем конкретно занимается управление? Сейчас расскажу. Но можно начну с того, что мы все-таки статистики. Это наша профессия статистик, наше образование в основном статистика. И мы занимаемся статистикой. По поводу здания. Да, когда-то это было интересное, симпатичное здание. Оно теперь стало. Когда-то было оно построено еще при Советском Союзе. Введено было в действие в 1987 году. Потом была реконструкция. В конце прошлого года у нас появилась подсветка. Теперь наше здание красивое во все времена суток. В свое время мы занимали все это здание. Сегодня где-то органы статистики расположены на пяти этажах. И еще вот эти пять этажей выше. И эти пять этажей в основном занимаются сбором и разработкой статистической информации, которую мы получаем от респондентов. Респондентами у нас являются юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, индивидуальные предприниматели. Ну и мы с вами в определенных обследованиях тоже будем выступать респондентами. В частности, в переписи населения, например. Вы внедряете какие-то отдельные способы прогнозирования сбора, обработки информации? Так же ведь идете в ногу со временем? Расскажите. Ну, естественно. И нам в этом очень помогло введение в 2013 году ЕСГС, Единой информационной системы государственной статистики. Это, конечно, был просто прорыв в области статистики. Мы практически ушли от бумажных носителей. Мы 95% отчетов получаем в электронном формате. А раньше были эти горы бумаг? Раньше были только бумажные носители. И когда шла срочная отчетность, естественно, они не успевали нам поступать по почте, будем говорить, по почте. Поэтому был задействован телефон. Мы практически в отчетные дни у нас все вот с такими красными ушами сидели, потому что все время на телефоне, да. А как долго вот вы в профессии? Мне даже хочется сбалагурить. Я в профессии с прошлого века. Вообще, что такое статистика я знаю с 1975 года, когда поступила в финансово-экономический техникум. И 8 лет я знала статистику как науку. Это сначала техникум, потом институт. Тогда так назывались учебные заведения. Потом с 1983 года по распределению я пришла в Главное статистическое управление Брестской области. Ну и уже я знаю статистику как профессию, как род деятельности человека. А скажите, а где обучают статистов? Статистиков, еще раз. Статистиков. Да, статистиков. Видите, вот это, наверное, ошибка. Большинство населений Брестской области... Не обижает ли вот, когда ошибаются? Да, статисты статистики. Ну, понимаете, да. Ну, как вам сказать? Иногда обижает, иногда вызывает какой-то юмор. Потому что мы все привыкли к тому, что статист, как нам говорили, это человек, создающий шум падающего тела в театре. Либо роль без слов. Вот это статист. А мы статистики, мы и знаем, и говорим. Да, мы гораздо серьезнее, конечно. Нина Петровна, так все же, где обучаются этому? Сулу, если можно так сказать. Науке. 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 Это Минский государственный экономический университет. Там есть очень сильная кафедра статистики, есть специальная статистика. Да, да. И ежегодно набирается группа статистиков в количестве 25 человек. Ну, на выходе уже может быть меньше немножечко, кто-то дошел до финиша, кто-то нет. Но именно там мы получаем образование статистика, наше профессиональное статистическое образование. Очень много у нас в последнее время, особенно работает молодых людей, которые закончили Брестские вузы, университет имени Пушкина и технический университет. Сегодня там тоже, ну, на мой взгляд, довольно сильные экономические кафедры. И студенты, которые к нам приходят, иногда на практику мы их забираем, иногда по результатам экзаменов, государственных экзаменов, потому что, ну, есть возможность оценить знания, будучи в госкомиссии. И потом, вот приходят к нам эти молодые люди. Мне очень нравятся специальности, по-моему, экономическая кибернетика. Это практически готовые статистики. Они очень хорошо чувствуют цифры, и они умеют выстраивать, ну, как бы, логические базы данных на основе этих, ну, нашего количества большого цифр. Так молодые люди этой профессии, они востребованы в наше время? Я думаю, что да. Востребованы. Востребованы, да. Единственное, что штат ограничен, будем говорить. В каждой организации есть свой штат, ну, за пределы которого ты не прыгнешь. Поэтому, ну, мне кажется, у нас очень работать интересно. У нас мы занимаемся не только статистикой, у нас очень хорошо развиты таланты. У нас есть спортсмены, проводятся спорта. Это мы знаем, да. Да, да, да. И много статливых и исполнителей, и артистов есть у вас. Ну, скажите, а вот какие требования предъявляются вот к современным статистикам, скажем так? Ну, при приеме на работу, это обязательно высшее экономическое образование. Это главное условие. Коммуникабельность. Потому что, несмотря на внедрение электронного, так сказать, способа передачи данных, ведь мы общаемся все равно с респондентами по телефону ежедневно, и консультацией, и к нам приходят люди, и проводим совещания. Это очень важно, коммуникабельность. Ну, и мне кажется, доброжелательное отношение друг к другу, к респондентам, с кем вы работаете, с кем мы работаем, и тогда все получится. Как и в любой профессии, наверное. Да, 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 да. А скажите, кстати... Прости, пожалуйста, давай напомним телезрителям, что можно и нужно. Поздравлять работников Главного статистического управления Брестской области. Можно также задавать вопросы. Для этого необходимо дозвониться к нам в студию прямого эфира. 21 55 65 номер телефона нашей студии. Шухну Нина Петровна у нас в гостях сегодня. Нина Петровна, а скажите, на каждом предприятии или учреждении есть человек, который отвечает за статистику? Да, там есть, ну, в идеале должен быть издан приказ о распределении обязанностей по представлению стат-отчетности. То есть, как правило, совмещение какое-то, да? Да, 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 закрепление за каждым, ну, своей. Вот бухгалтерия, естественно, будет сдавать финансовые отчеты, производственный отдел будет сдавать какие-то производственные. Отдел кадров и труда будет нам отчитываться по трудовым показателям. Ну, вот скажем так. Нина Петровна, конечно же, вы обмениваетесь опытом. Мы это не понаслышке знаем. Расскажите немного об этом. С кем обмениваетесь, как проходят встречи, в каком формате? Ну, вы, наверное, имеете в виду международный, возможно? Да, международный обмен. Да, у нас есть, у нашего статуправления, наверное, для нас это уникальная возможность. Я даже как-то так интуитивно захватила вот с собой, наверное, для уверенности. Мы давно сотрудничаем с Белостоком и с Люблиным, с органами статистики этих воеводств. Издаем совместные публикации. Конечно, публикуют Польша. Мы даем материал, наполнение для цифр. Вот один из них, например, Белорусско-Польское пограничье. Поверьте, получилось случайно. Здесь есть характеристика Гродненской области, Брестской области, Люблинского и Подляского воеводства. Мне очень нравится этот опыт, потому что, ну, помимо того, что мы заполняем показатели, владеем какой-то интересной информацией с их стороны, мы еще сравниваем методологию расчета показателей. И это, как для профессионала, это очень важно, потому что если 90% показателей, они совпадают по методологии, по методу расчета, то есть и разница. Вот вы сказали, что мы получаем у них интересную информацию. А что коллеги из Польши могут взять у наших сотрудников статистического управления? Ну, практически все показатели, может быть, пару штук только, где у нас возникают затруднения. Мы даем информацию и об экологическом состоянии, и о демографической ситуации, и производственные показатели. В последнее время мы даже приводим информацию о протяжении велодорожек. А вот, кстати, об информации. Как же мы отпустим человека такой профессии без каких-то конкретных цифр? Можете нас чем-то удивить? Как статистика по Брестской области, наверное, в любой из сфер, да? Вот какая она? А вот вы сказали про протяженность велодорожек. Можем назвать сейчас общие километражки? Ну, я, наверное, эту цифру не назову, потому что, ну, как бы, я думаю, у нас, я скажу так, меньше, чем в других странах, потому что у нас только это движение начинает развиваться, будем говорить. Что касается цифр, ну, наверное, можно отметить то, что мы потихонечку начинаем выходить из вот этого двух лет, ну, в какой-то степени провального состояния в экономике. У нас наметилась тенденция стабилизации в какой-то степени уровня жизни населения по поводу реальных доходов. У нас чуть-чуть начала расти реальная заработная оплата. У нас чуть-чуть, ну, не чуть-чуть, а прослеживается замедление уровня цен. Вы все это видите? Конечно, ежемесячно мы это все видим. Да, Мина Петровна, скажите, вот для нас, стопроцентных гуманитариев, вот скажите, вот все думают, ну, вот статистика, как же это, вот люди сидят постоянно в цифрах, что же в этом интересно? Но в чем вот смак, вкус вот в вашей профессии работы? Ну, я бы сказала в знаниях. Ведь любая цифра, уже мы будем говорить о статистике как о цифрах, потому что это третье проявление статистики – наука, работа и цифра. Любая цифра, она несет информацию, она несет знания. И на основании наших цифр, в общем-то, выстраиваются в какой-то степени даже глобальные управленческие решения. Вы знаете, я недавно была, ну, как-то задалась вопросом, ведь статистику ведем не только мы, статистику ведут еще и государственную статистику, и уполномоченные на этой организации, а есть еще у нас и большое количество ведомственной отчетности. И вот если у нас еще есть время, я вам просто несколько цифр, о цифрах будем говорить так. Ну, вот, например, в этом году мы, органы статистики, разрабатываем 116 различных форм, дневников, анкет, формуляров, которые содержат по наименованиям порядка 6 тысяч показателей. По наименованиям – это без учета того, что мы можем рассчитать на их основе относительные показатели. Есть уполномоченные организации, в этом году таких 15, они разрабатывают порядка 59 отчетов, которые содержат 32 тысячи показателей. А есть ведомственная отчетность, которую государственные органы вводят, но якобы им не хватает той информации, ну, не якобы, им действительно не хватает той информации, которая содержится в статистических отчетностях. Так вот, по 25 республиканским министерствам и ведомствам введена 331 форма ведомственной отчетности, которая содержит, вы не поверите, 72 тысячи наименований показателей. Для меня это было... Нет, просто сумасшедший. Вы нас удивляете, не натере. Понимаете, Ленин говорил, социализм – это прежде всего учет. Это все остается до нынешнего времени. И я вам хочу сказать, на базе этих всех данных разработана, ну, такая глобальная программа «Стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 30-го года». Вот, Нина Петровна, об этом. Обязательно в следующий раз мы хотим оставить повод для того, чтобы вы пришли к нам снова. Потому что, действительно, очень интересно. Это, мне кажется, отдельная тема. Это отдельная тема. На этом мы, наверное, закончим. Но еще мы попросим вас поздравить, коллег, с праздником. Уважаемые коллеги, в этом году мы отмечаем наш праздник уже 18-й раз, начиная с 2000-го года. Я вчера посмотрела, за это время наш коллектив обновился более чем на 80%, что радует, что в нашем коллективе сохранились заложенные предыдущими поколениями традиции. Это взаимовыручка, это поддержка друг друга, это жажда знаний, будем говорить так, и высокий профессионализм. Я желаю, чтобы он так и сохранился. Вот эти все качества у нашего коллектива, чтобы они сохранились. Хочу поблагодарить бывших наших работников за их огромнейший вклад. Это были профессионалы с большой буквы в развитии статистики. И хочу пожелать, чтобы все были живы, здоровы, чтобы всегда способствовала им удача, и чтобы вас всегда ждали и были рады вас видеть и на работе, и дома. Спасибо огромное, Нина Петровна. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня на гостях первый заместитель начальника главного статистического управления Брестской области Нина Петровна Шухно. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые сказала Нина Петровна, и поздравляем всех работников статистики с замечательным профессиональным праздником. А наши эфирные четверки продолжаются. Предлагаем узнать, о чем же пишут сегодня региональные журналисты. Позже вернемся в студию прямого эфира. Как вы уже поняли, очень много интересного нас ждет впереди. 23 августа. День работников государственной статистики. Крылатая фраза утверждает, что статистика знает все. На страницах газеты «Яновский край» расскажут о людях, работающих в органах статистики. Лунинеччина – это чудесный природный край, который имеет множество уникальных мест. Здесь с удовольствием отдыхают как местные жители, так и гости. Однако не всегда они придерживаются законодательства, наносят ущерб природе. О чем нужно знать, отдыхая в таких местах, напоминают информационные стенды и знаки. А также директор ландшафтного заказника республиканского значения «Средняя Припять» Василий Мардухай. В материале «Отпошиваем, аликультуру не забываем». Спорт укрепляет веру в себя и в свои силы. Но это не единственная причина, почему именно факультет здорового образа жизни Полесского университета выбрала Екатерина Воронич. Все секреты в материале – мары с крылами. Вдоль улицы Арджоникидзе начались демонтажные земляные работы под будущий вокзальный комплекс. Там, где среди груд развороченной земли снуют самосвалы, скоро будет красавец-автовокзал. Как обещают авторы проекта, с обилием стекла, а значит света, пространства и воздуха. Строители не исключают, что уже до конца этого года здесь может стоять каркас здания. Другие подробности в репортаже «Вечернего Бреста». С победы в Кубке Белгоспромбанка начал сезон Брестский гонбольный клуб имени Мешкова. Его шеф Александр Мешков рассказал журналистам о предстоящих турнирах и пообещал, что своих звезд в Гомель и Могилев не повезет, приберегая их для Лиги чемпионов. Подробнее читайте в «Вечернем Бресте» за среду. Чем больше становится на улице города автомобилей, тем выше градус противостояния водителей и пешеходов. Наиболее острые вопросы читателей по поводу остановки стоянки автомобилей газета «Наш край» адресовала начальнику ГАИ Барановичей Александру Селицкому. Праздником хлеборобов стали районные дожинки, которые прошли в Агрогородке Городец 19 августа, который, к тому же, отметил и свой юбилей. В рамках праздника состоялся региональный этап проекта «Властелин села». Как прошли гуляния? Читайте в свежем номере газеты «Кобранский вестник». О чем прочитать? Узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Еще региональные журналисты совместно со специалистами дают массу советов о том, как же спасти себя от первых похолоданий, потому что осенью, за горами погода перестает нас радовать, так как раньше, еще, скажем, неделю назад. И вот несколько советов, которые мы выбрали для вас, дорогие друзья. Советы простые. Нормализуйте режим дня. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, как в будние, так и в выходные дни. Включайте, обязательно включайте в свой рацион как можно больше витаминов и микроэлементов. Фрукты, овощи, конечно же, не забываем в этот период про витамин С. В любую погоду совершайте пешие прогулки за один-два часа до сна. То есть любая погода, Буран, Тайфун, выходите и идите, друзья. А еще как можно больше улыбайтесь, потому что улыбка – это лучшее лекарство от стресса, она повышает иммунитет и налаживает работу всех систем организма. Мы вам в этом поможем, дорогие друзья. Видите, улыбка – это флаг корабля. Ну что ж, мы продолжаем наш программу. Мы еще раз желаем вам доброго утра, отличного настроения в сегодняшнем дне. И передаем слово нашим коллегам. Будем решать житейские вопросы наших телезрителей. Рубрика «Горячая линия» в прямом эфире. Вопросы житейского характера зачастую застают нас врасплох. Найти ответы на них поможет «Горячая линия» утреннего эспрессо. Первый вопрос задала Евгения из Бреста. Девушка заключила трудовой договор с предварительным испытанием. Недавно звонившей поступило более выгодное предложение. Евгения желает знать, возможно ли расторжение трудового договора, если срок предварительного испытания еще не истек. Согласно статье 29 Трудового кодекса Республики Беларусь, каждая из сторон вправе расторгнуть трудовой договор до истечения срока предварительного испытания, предупредив об этом другую сторону письменно за три дня или в день истечения срока предварительного испытания. Валентина Яковлевна из Бреста вышла замуж за гражданина Российской Федерации и находится на седьмом месяце беременности. Два месяца после рождения ребенка женщина планирует пожить в родном городе, а затем уехать в Смоленск к супругу и находиться там до достижения ребенком возраста трех лет. Вопрос у дозвонившейся телезрительницы такой. Смогу ли я получить пособие в данном случае? Валентина Яковлевна. Законодательством предусмотрены обстоятельства, влекущие прекращение выплаты государственных пособий. А именно выезд ребенка за пределы Республики Беларусь на срок более двух месяцев. А также выезд получателя государственного пособия на постоянное место жительства за пределы Республики Беларусь. Последний вопрос от Анатолия Степановича, жителя Пинска. В своей трехкомнатной квартире мужчина не проживает. Собирается сдать одну комнату студенту, по договору найма. Анатолия Степановича волнует, может ли он уплачивать налог только за одну комнату. Разобравшись в вашей ситуации, мы выяснили, что оплачивать налог вы будете только за ту комнату, которую сдаете. Но это необходимо указать в договоре найма. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Оставайтесь с нами. Хорошего дня! День Овна пройдет на позитиве, в хорошем расположении духа и преимущественно в оптимистическом настроении. Ожидаются крутые повороты судьбы и волнующие события в личной жизни. Телет. Сейчас лучше заняться делами, до которых давно не доходили руки. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. И запомните на будущее. Звезды не советуют откладывать дела в долгий ящик. Близнецы. День пройдет отлично, без каких-либо неприятных сюрпризов. Но если все-таки будут сложности, родные и близкие люди обязательно подставят плечо. Рак. Не забывайте уделять внимание родным людям. Проявите повышенную заботу о них, чтобы ненароком не обидеть или не ущемить их интересы. Избегайте любых споров и конфликтных ситуаций. Никаких крутых перемен в судьбе у львов не предвидится. Все свободное время посвятите себе укреплению физического и эмоционального здоровья. Постарайтесь ни с кем не конфликтовать и не спорить. Девам нужно постараться запланировать как можно больше интересных дел, но не пренебрегайте своим здоровьем. При малейшем недомогании примите меры. Весы. У вас отличное время, чтобы приступить к воплощению идей и задумок. Но не усердствуйте и не берите на себя повышенных обязательств, дабы не перегореть. Скорпион. Уделите особое внимание финансовым делам. Избегайте рискованных сделок. Велик риск стать жертвой мошенников. Стрелец. Ничего не принимайте слишком близко к сердцу. Чтобы не происходило, сохраняйте внутреннее равновесие. Неоценимую помощь и эмоциональную поддержку стрельцам окажут близкие и родные люди. В рабочих делах козерог должен проявить инициативу идти со своими идеями к начальству. А вот в личной жизни предпочтительнее занять выжидательную позицию. Звезды советуют водолеям ничего не планировать и не слишком верить чужим обещаниям. Успех и пользу принесут случайные встречи и неожиданные знакомства. От вас требуется одно – искренность. Рыбы. Не обижайте родных и близких равнодушием к их делам и переживаниям. В отношениях с любимым человеком проявите терпимость, не рубите с плеча и не делайте скоропалительных выводов. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И хотим поговорить о теме, очень важной, думаю, для каждого из нас. Ведь заканчивается период отпусков, уже наступают холодные деньки. Как же правильно завершить свой отпуск и включиться в работу без каких-то негативных последствий? Для эмоционального и даже для физического состояния мы поговорим сегодня с нашей гостьей. У нас в гостях психолог Ольга Соботковская. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Для начала скажите, вы верите в гороскопы? Очень сложный для меня вопрос. Вы знаете, мир не познан человеком на 100%. Поэтому я отношусь к любому знанию с достаточным уважением, но без фанатизма. Но мы знаем, что вы можете поделиться советами о пост-отпускной адаптации. Есть такое понятие в психологии, верно? Есть. На самом деле это психологическое понятие имеет отношение не только к выходу из отпуска, а вообще оно имеет отношение к смене одного вида деятельности на другой. Вы же прекрасно понимаете, что отдых это тоже вид деятельности. Конечно. Ну и вот человек, допустим, наилучшее количество отпуска, количество дней, это сколько с точки зрения психологии? Нету такого понятия, потому что все зависит от того, как вы проводите этот отпуск. Потому что если вы сочетаете активность какую-то и пассивность, если вы сочетаете интеллектуальную деятельность с разными видами отдыха, то, в общем-то, такой отпуск может длиться достаточно долго. Мы не можем выбирать себе отпуск всегда столько, сколько захотим. Многие из нас ограничены каким-то количеством дней. Но, тем не менее, конечно, лучше, чтобы это не длилось месяцами. Потому что период адаптации и перехода к какой-то деятельности, правда, бывает сложно. Вот примером этому могут служить каникулы для школьников. Детям очень тяжело выходить из школьных каникул, именно из летних или трехмесячных каникул, очень тяжело выходить в учебный процесс. А чем адаптация взрослого человека после отпуска отличается от адаптации школьника после каникул? Ну, вы прекрасно понимаете, что ответственности и видов деятельности у взрослого человека несколько больше, чем у детей. Хотя, на самом деле, и физиологически, и психологически этот процесс протекает одинаково как и у взрослых, так и у детей. Ну, например, нужен обязательно адаптационный период между отпуском и работой, где мы можем миксовать, как-то сочетать некоторые элементы отпуска и некоторые элементы активности. Давайте скажем себя точечно. А сколько он должен длиться? Ну, хотя бы неделю. То есть, давайте начнем с детей. Да, вот сейчас, наверное, это самая актуальная тема, потому что 1 сентября не за горами, уже на следующей неделе. И вот заканчивается три месяца счастья. Да, три месяца ничего не делаем. Ну, что может быть лучше? Я вспоминаю, у меня же мурашки по коже бегут. Для кого-то школа счастья. Ну, это как сказать. Итак, ну, конечно, школа – это естественное счастье. Итак, вот три месяца заканчиваются. Вот как сделать, чтобы спокойно вот ребенок, будь то ребенок или молодой человек, девушка, которая уже там в выпускном классе, нормально влились в учебный процесс? Ну, во-первых, нужно каким-то образом усреднить эту неделю, вот последнюю чуть больше. Вот которая вот следующая, да, вот 1 сентября? Да, вот можно, в общем-то, начинать сегодня-завтра, желательно. Потому что действительно не надо откладывать процесс перехода от одного вида деятельности к другой на каких-то коротких 2-3 дня. Лучше это начинать уже делать сейчас. Нужно усреднить то, что было в отпуске и то, что будет в школе. Например, это касается режима сна и бодрствования. Если, например, дети во время каникул не имеют какого-то режима, встают тогда, когда оно само встанется, и ложатся, когда оно само ляжется, то, конечно, очень важно переходить к определенному режиму. Немножечко уменьшать время, когда дети ложатся спать, немножко пораньше вставать, чтобы где-то вывести уже к первым, к последним числам августа, вывести уже такую хорошую норму, к чему ребенок привык во время учебы. Это касается и активности. Если ребенок отдыхал, если ребенок, ну, ничего не делал, все зависит еще от возраста школьника, если это лежание, это игры, это гуляние и так далее, то потихонечку надо включать какую-то активность, в том числе и интеллектуальную. Книжки на лето никто не отменял, но здесь уже можно потихонечку где-то, кроме книжек, что-то такое поделывать. Перебрать свои вещи, подготовить свои тетрадки, обложки, обложить тетрадки. То есть включить. Но не фанатично, не фанатично. И вот этот период, вот эта неделя, 10 дней до сентября, желательно вот смиксовать, сделать нечто среднее между отпуском, отдыхом и уже какой-то привычной активностью. Это касается, кстати, и взрослых людей. Я бы рекомендовала им сделать то же самое. Обратимся к телезрителям. Обратимся. Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. 21 55 65 номер телефона нашей студии. У нас в гостях психолог Ольга Сободковская. Дозванивайтесь к нам, задавайте вопросы специалистам. Хорошо. Но мы взяли детей, летние каникулы, 3 месяца. Естественно, из 3 месяцев можно выделить 1 неделю. Ну а так вот часто бывает, что у взрослых вот 2 недели это всего, по большому счёту. И как правило, отпуск в целом вот в среднем длится месяц, а мы разделяем его на 2 части. И вот 2 недели прошло. И что вот неделю одну тратить уже на этот месяц? Пока мы влились в отпуск, а потом после отпуска адаптация уже должна, по идее, проходить. Здесь есть тоже определённые рекомендации, которые имеют отношение к тому, как функционирует наша психика, как физиология наша функционирует. Конечно, желательно не выходить на работу, если вы куда-то, например, уезжали, как говорится, с корабля на бал. Желательно хотя бы 2-3 дня, если вы куда-то уезжали, вы возвращаетесь, 2-3 дня побыть в привычном домашнем режиме, где потихонечку готовятся к работе. Ну, если, например, вы сегодня прилетели завтра утром на работу, для организма будет это очень большой стресс. Ну и кроме того, вот эти 2-3 дня действительно морально, может быть, как-то себя настраиваете, потому что неизбежность Сегу-факта очевидна, вы всё равно на работу идти придётся. Поэтому подготовить себя, набросать план, может быть, у вас есть на работе какие-то дела, которые вы уже приблизительно сейчас можете представлять, как планировать. Вы можете где-то набросать план, к кому, с каким вопросом обратитесь, с кем начнёте общаться и так далее. Ну, то есть такой небольшой пересмотр начала своей работы. Ну и, соответственно, когда вы выходите на работу первую неделю, не надо тоже с головой бросаться в какие-то крупные проекты и так далее. То есть потихонечку, щадя себя. Да, спешим медленно, конечно, щадя себя, потому что всё, что за бардзу, как мы знаем, то не сдрог. Давайте, кстати, посмотрим, что наши зрители, жители нашего города думают. Думают по этому поводу, да. У них есть своё мнение по поводу того, как же влиться в рабочий ритм. Давайте посмотрим и обсудим позже. Первый день не работает, ясное дело. А уже на второй день, да, приходится втягиваться. У меня нет отпуска. У меня здесь отпуск на сессию уходит, поэтому я не отдыхаю. Я считаю, что в любимой работе даже отпуск не помеха. И на работу выходишь свеженьким, бодреньким. С радостью. И для этого даже не нужны никакие приёмчики. Утром проснуться, умыться и пешёшь ко мне на работу. А там встретиться с коллегами, обсудить отпуск, а потом только приступать к работе. Очень просто втянутся, на самом деле. Главное – любить работу. Ну, просто выходишь и работаешь. Сложно, конечно. Да как бы быстро входишь. Один день поработал, и кажется, что и не был в отпуске вообще, конечно. Подготовилась заранее, настроила себя в районе. Всё, ничего, работала, а что мне оставалось делать? Я до сих пор отпуск. Это очень сложно. Мне, допустим, это даётся всегда с трудом. Ну, как бы пытаться настроиться на рабочий ритм, в котором вы были до отпуска, вкладываться по максимуму. Со временем, со временем приспосабливаешься, работаешь дальше, как работа. Нужно по чуть-чуть себя приучать к тому, что надо вставать пораньше. Будет рабочий график совсем другой. Рабочий день, я имею в виду. Ну, вот только таким образом. Кофе, спорт. И всё. Я до сих пор не могу прийти в себя. Честно сказать, я не знаю, как выйти. Ну, само по себе, наверное. Я думаю, что после отдыха самой хочется немножко работать. Поэтому главное, чтобы было хорошее настроение. Если есть хорошее настроение, то, естественно, что в работу тянешься очень быстро. Вот такое мнение у нас здесь. Мнение разное. В целом, согласны вы с тем, что они говорят? Ой, я согласна полностью. Несмотря на то, что мнение разное, но на самом деле действительно, как бы кто бы ни говорил, психологи, наука, медицина, всё равно каждый человек вырабатывает какие-то свои для своего организма и своей души привычные способы. Мне очень понравилось то, что большинство респондентов, которых вы опрашивали, говорят о том, что это надо делать не резко, а плавно. Что не надо сразу приступать к какой-то работе. Действительно, первый день, первые два дня на работе важно уделить какому-то положительному эмоциональному фону. Поспрашивать, кто как провел отпуск, пообщаться с коллегами. Где-то действительно, ну, так дать время на раскачку. Я думаю, что руководители все абсолютно здоровые, адекватные люди, которые тоже выходят из отпуска, которым тоже знаком этот синдром. Поэтому чревато всё-таки, если вы с головой влетите, чревато очень быстро выгореть. То есть вот если подытоживать немножко, вот опять же, насчёт наших деток, для наших родителей, то есть финальная неделя августа, её важно посвятить режиму. К тому примерно возвращению к режиму. Возвращению к режиму. Конечно, в первую очередь это режим сна и бодрствования, и режим игр и каких-то других действий. Что касается взрослых, тоже давайте резюмируем. То же самое, режим сна и бодрствования перевести, и потихонечку включать в последнюю неделю какую-то активную деятельность. Навести порядок с документами. Даже, в общем-то, можете каким-то образом дома чего-то там переделать, переставить, чтобы вы уже начинали, чтобы ваш организм привыкал к тому, что он что-то делает. То есть, ну, а если вообще подведя итог, то просто относиться к заботе, к заботе и к себе, и тогда работа будет делаться лучше. Да, полностью согласна. Ольга, огромное вам спасибо, что вы сегодня утром с нами. Дорогие друзья, напоминаем, что в гостях у нас сегодня психолог Ольга Соботковская. Если вы не запомнили какие-то рекомендации, которые дала наш гость, вы можете посмотреть наш сегодняшний эфир уже после обеда на сайте нашей телерадиокомпании. Ну, а мы продолжим. Мы продолжим. Передаем слово шеф-повару Ивану Гринину. Он снова будет готовить очень вкусный и аппетитный завтрак. Доброе утро. С вами бренд-шеф Иван Гринин. И сегодня мы приготовим гранолу. Гранола – это традиционное итальянское блюдо на завтрак. В основном она делается из мюсли и йогурта. Сегодня мы добавим в него еще немножко фруктов. Приступим. Для этого нам понадобятся мюсли, йогурт, мед, банан, груша, немножко ягод и мята. Сначала мы нарежем банан и грушу. Почистим банан. Очистим и нарежем грушу. Мы порезали банан, порезали грушу. Теперь осталось все это выложить и украсить. Для этого мы будем использовать стакан. Сначала в стакан мы погружаем грушу и банан. Затем мы добавляем мюсли. Потом йогурт. И снова грушу. Снова банан. Добавим еще немного мюсли. Сверху польем медом. Пару ягодок яжовики. И все это украсим медом. Итак, сегодня мы приготовили гранулу с медом и фруктами. Это блюдо богато витаминами, поэтому придаст вам сил и энергии на целый день. С вами был бренд-шеф Иван Гринин. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Телефон 8029-222-8888 Организации требуется контент-менеджер, специалист по созданию, распространению и курированию контента, редактор сайта. Отправляйте резюме на электронную почту. Телефон 80162-2197-87 Телерадиокомпании «Брест» требуется телеоператор. Телефон МТС 778-86-84 В отдел продаж и маркетинга телерадиокомпании «Брест» требуются специалисты по продажам. У нас есть что продавать. Обращайтесь по телефону 21 4201 и 20 35 45. На работу вахтовым методом требуются монолитчики и разнорабочие. Телефоны для справок 8025-655-89-94 и 8044-468-49-32. Торговый центр «Дидосперсия» предлагает в аренду торговое и офисное помещение. Разположение в центре города, комфорт, развитая инфраструктура – залог успешного развития вашего бизнеса. Обращайтесь по телефону плюс 375-29-331-35-34 и плюс 375-44-751-93-73 Продам деревянный дом в центре Иваново. Телефон 80162-55-44-71 и 8029-224-3704 Учебный центр «Семообразов» осуществляет набор на обучение по профессии парикмахер с гарантией трудоустройства. Длительность обучения – 8 месяцев. Рассрочка платежа. По окончании – свидетельство гособразца «Парикмахер 4-го разряда». Звоните по телефону плюс 375-33-904-04-06. Ждем вас! Такси-сити в Бресте. Цена поездки – рубль 50 до 1 километра. Каждый последующий километр – 60 копеек. Также оказываем услуги. Детское сидение в машине, трезвый водитель, запуск двигателя при севшем аккумуляторе, вызов эвакуатора и грузового такси. Во многих машинах – бесплатный Wi-Fi и АУКС. Такси-сити. Телефон МТС и Велком. 565-46. Такси сейчас – не роскошь. Учебные организации ДОСААФ города Бреста, Барановичи и Пинска проводят бесплатную переподготовку водителей с категории «Б» на категорию «С» в период с 4 сентября по 31 октября. Граждан Республики Беларусь, подлежащих призыву на срочную военную службу. Телефон в Бресте – 21-20-90, в городе Барановичи – 41-17-55, в Пинске – 32-26-21. К сведению жителей Брестской области. По субботам с 9.00 до 12.00 в каждом городском и районном исполнительном комитете работает прямая телефонная линия, позвонив на которую, можно задать волнующие вопросы представителю городского районного совета депутатов. или руководству городского районного исполнительного комитета. Беларусь, 4, Брест. Телефон рекламной службы – 8-0162-20-35-45. Несмотря на пасмурную погоду, кстати, скоро к нам присоединятся гости, и мы уточним, что же уже сейчас прямо за окном. У нас, но пока поговорим о том, что в Бресте провели замечательный фестиваль хорошего настроения, потому что это был фестиваль чая и кофе. Да, действительно, было так. Наши корреспонденты побывали на фестивале и сейчас с огромным удовольствием делятся всеми подробностями. Передаем слово Максиму Жешко. В Бресте прошел фестиваль чая, кофе и хорошего настроения, где все посетители смогли окунуться в культуру Индии, Китая, Англии, Японии, попробовать чай из тульского самовара и насладиться напитками Южной Америки. Организаторами выступили антикафе «Чайный домик» и Брестский горосполком. На фестивале гостей ждал город мастеров, фотозоны, множество танцевальных и музыкальных сюрпризов. Но главное – дегустация и мастер-классы по приготовлению любимых напитков – чая и кофе. Мы хотим немножечко, чтобы люди, когда развлекались, они пили не только какие-то горячительные напитки, а знали, что и чай – это тоже весело, это тоже вкусно, это тоже очень интересно и необычно. Потому что для многих это что-то такое, я думаю, неизведанное. Стоит попробовать. Они просто не знают, какой это еще огромный мир – чай. Чайный мир покорил и Егора Ласкова. Работа в ЖКХ ему совсем не помешала познать чайные традиции и потом поделиться знаниями со всеми желающими. Достаточно давно начинал я с китайской чайной традиции в 2003 году. Ну, постепенно захотелось чего-то более сложного, более интересного. Есть люди, которые интересуются для себя, то есть они никак не популяризируют ее. В общем-то, я тоже особо не занимаюсь ее популяризаторством, просто как-то стараюсь для себя осмыслить многие тенденции традиционной и китайской культуры, и японской культуры. Мне вот интересна взаимосвязь. Интересный факт. До 18 века в Европе считали, что зеленый и черный чай делаются из разных растений, а китайские производители скрывали секрет их изготовления. На самом же деле они делаются из одного и того же растения – китайской камелии. Не остались без внимания и любители кофе. Среди участников фестиваля были представители такой профессии, как каптестер – человек, который может рассказать обывателям все об отрящем напитке. В первую очередь надо выбрать те зерна кофе, которые вам нравятся. По аромату, по вкусу. Дальше подобрать правильно помол, потому что в зависимости от того, как вы собираетесь готовить кофе, надо подобрать правильно помол. Крупный, мелкий, средний. И кофе надо заваривать, чтобы температура воды не превышала 96-98 градусов. Кофе – один из самых популярных напитков в мире и занимает вторую позицию в мировом рейтинге наиболее продаваемых товаров. На первой позиции – нефть. Такую популярность напиток обрел из-за своих чудесных бодрящих свойств. Кофе обеспечивает перерыв сил благодаря стимуляции нервной, сердечно-сосудистой, а также дыхательной системы. Этот напиток расширяет сосуды, тем самым снимая головную боль. А серотонин, содержащийся в кофе – известный антидепрессант. Эспрессо, американо, капучино, латте, кофе по-турецки, по-ирландски и еще много-много кофе. По одним лишь названиям можно понять, что кофеманы заполнили весь земной шар. Мы приехали из Минска погостить в Брест и вот зашли на это мероприятие. У меня есть пожелание, чтобы больше было рекламы, больше было анонса, чтобы, скажем, республиканские организации подтягивались в этот проект. Фестиваль чая, кофе и хорошего настроения в Бресте проходит уже второй год подряд. И в перспективе организаторы стремятся к увеличению количества участников праздника и большей популяризации чайной традиции. Вот такие замечательные чайные традиции у нас в Бресте. И продолжим тему чая, этого замечательного напитка. Действительно, мы регулярно употребляем чай, но не всегда знаем о каких-то интересных фактах и полезных свойствах. Мы сделали подборку специальной для вас. Да, несколько фактов. Например, чай является самым потребляемым напитком в мире после воды. Если выпить зеленый чай перед сном, то наше тело будет сжигать калории ночью. Это объясняется тем, что чай улучшает метаболизм человека. Лучше всего для этой цели подходит улун. Красивое название. В среднем 3 миллиарда чашек чая потребляется каждый день по всему миру. Также чай является лучшим тоником для лица. Он делает кожу менее жирной. Ополаскивание волос чашкой крепко заваренного чая, но не горячего, может сделать их блестящими и более послушными. Однако этот совет, внимание, стоит использовать только темноволосим людям. Светлые волосы могут докраситься и изменить цвет. Так что приятного чаепития, дорогие друзья. Но будьте аккуратны, потому что чай обладает возбуждающим действием. И употреблять его стоит в умеренных количествах. Но как приятно выйти из чашечки чая на приусаденном участочке, сесть на веранду своего дачного домика и насладиться. И при этом соблюсти еще все традиции чайной церемонии. Да, если еще это улун, так это вообще просто потрясающе. Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим наш следующий сюжет. Он касается важной такой летней темы, как дачи. Доброе утро, уважаемые садоводы и дачники. Сегодня у нас речь пойдет о розах и о способах их размножения. Итак, в культуре роз существуют два способа размножения прививка. Это прививка черенком и прививка глазком, то есть окулировка. Я вам хочу сегодня рассказать именно о окулировке, то есть летней прививке. Значит, для того, чтобы ее выполнить, необходим, конечно же, подвой. У нас же в культуре распространена роза морщиниста, которая для подвоя не подходит, потому что она дает очень много порослей. Я же сегодня вам покажу окулировку на своей розе. У меня она подмерзла, сортовая роза, и пошла порость, поэтому я ее буду сегодня прививать на штамбики. Сроки окулировки розы – это середина июля, август месяц. Итак, для того, чтобы успешно провести окулировку, что нам необходимо? Прежде всего необходим специальный окулировочный нож. Он наточен до остроты бритвой. Можно использовать, у кого есть старое безопасное лезвие, или строительный нож со сменными лезвиями. Для этих целей необходимы черенки. Вот я вырезала с розы. На черенках мы прежде всего удаляем листья. Удаляем листья. Для этих целей используем черенок, хорошо вызревший. И, конечно, почки используем тоже со средней части черенка. И удаляем шипы. Шипы мы отламываем. Легко отламывающий шип служит индикатором того, что наш побег хорошо выиграл. И эти почки будут пригодны для окулировки. То место, где будем проводить окулировку, у нас шиповник, мы вытираем чистой тряпочкой. Конечно, для приживаемости лучше прививать в Т-образный разрез. Итак, на черенке делают вот такой сверху перпендикулярный зарез. Далее, 3-4 см к этому Т-образному зарезу в виду вот так разрезаю кору. И имеющаяся на окулировочном ноже косточка я эту кору теперь отслаиваю. Опять же, на черенке срезаю почку. Я ограничиваю в росте и стараюсь чем-то лучше срезать почку. Вот, тоненькая, с минимальным количеством захвата вот этой белой древесины. И вставляю в Т-образный разрез. Преимущество окулировки в Т-образный разрез в том, что при обвязке у нас почка не будет смещаться. Она плотно сидит в кармашке, что сказывается на лучшей приживаемости. Теперь приступим непосредственно к обвязке. Опять же, глухая обвязка. Для этого используем специальную ленту окулировочную, которая применяется при окулировке. И фиксируем плотно наш узел. Таким образом, погибшую розу при весеннем заморозке, которая у меня погибла, можно реанимировать, привив на дикую порость, то есть на шиповник, по новой какой-то понравившийся сорт розы. На этом все. Задавайте свои вопросы. До следующей встречи в эфире. Доброе утро, любимый Брест! Доброе утро, Брест! То есть «Доброе утро» с переводом на фитнеское язык. Привет, Брест! Доброе утро, Брест! Доброе утро, Брест! Утром просыпаемся вместе с утренним эспрессо! Доброе утро, жители Брестской области! Мы рады, что вы с нами. К нам уже присоединилась наша гостья. О поплате имущественных налогов физическими лицами будем беседовать с Жуковой Еленой Владимировной, начальником отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС по Брестской области. Елена Владимировна, доброе утро! Доброе утро! Елена Владимировна, во-первых, спасибо, что вы сегодня с нами. Два раза в месяц мы обсуждаем волнующие наших горожан налоговые темы, в каких случаях возникнет обязанность у граждан уплачивать земельный налог и налог на недвижимость. Подождите, пожалуйста, давайте, может быть, уточним. Имущественный налог – это и есть земельный налог и налог на недвижимость. Это все, что входит в это понятие, так? И плюс к этому еще также арендная оплата за земельные участки, принадлежащие государству, находящиеся в государственной собственности. Так, хорошо, пояснили. Теперь в каких случаях возникают обязанности уплаты? В случае, если граждане приобретают, либо получают земельные участки, если осуществляют строительство, покупку, мену, получают в дар, либо по наследству объекта недвижимости, это могут быть и жилые дома, и квартиры, и дачи, и садовые домики, какие-то нежилые помещения. В данных ситуациях возникает обязанность по уплате налога на недвижимость и земельного налога. Тема актуальна. Мы сейчас опять заговоримся, увлечемся и забудем. И запомним телезрителям, что работаем в прямом эфире. 21 55 65. Дорогие друзья, телефон студии прямого эфира. Сегодня говорим об уплате имущественных налогов физическими лицами. Думаю, вопросы по этой теме всегда остаются. В гостях у нас начальник отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС по Брестской области Елена Жукова. Поэтому, пожалуйста, дозванивайтесь, если вам что-то интересное, вы можете получить такую консультацию онлайн. Елена Владимировна, скажите, как много в Брестской области плательщиков имущественных налогов? Вообще на учете в налоговых органах состоит более 465 тысяч. Но почти половина, это более 200 тысяч человек, имеют льготы. Фактически оплачивают порядка 250 тысяч. И каким образом эти люди уплачивают налоги в бюджет? Алгоритм какой? На сегодняшний день существует достаточно много способов уплаты. И фактически каждый плательщик может выбрать наиболее удобный для него. То есть это могут быть уплаты наличными денежными средствами в отделениях банков, либо почтовые связи. Можно уплатить непосредственно в налоговом органе, налоговому инспектору. Кроме того, при наличии банковской карточки можно оплатить с помощью инфокиосков. Либо через интернет-банки. И плюс к этому в последнее время получило широкое развитие также оплаты через личный кабинет плательщика. Это новая, скажем, интернет-услуга, которая предоставляется. И она достаточно простой алгоритм подключения к этой услуге. Для этого необходимо просто обратиться в абсолютно любую налоговую инспекцию, только с паспортом, заполнить заявку на получение логина и пароля. И после заполнения заявки выдается логин, пароль, и можно уже пользоваться этой услугой. Ну вот, кроме того, я хотела бы еще добавить, что помимо оплаты платежей, вот этот личный кабинет плательщика, физического лица, позволяет постоянно иметь актуальную информацию о начисленных уплаченных суммах, о наличии переплат, о наличии задолженности, получать и распечатывать извещение на уплату, записываться на прием в налоговый орган. И новости какие-то, да, какие-то изменения в законах тоже это можно отслеживать, да, с помощью кабинета? Нет, рассылка, изменения не осуществляются. На сайте можно увидеть, да? На сайте, да, но в любом случае, скажем так, этот сервис постоянно дорабатывается, появляются какие-то новые возможности, но в любом случае это, скажем, весьма хорошая возможность, не выходя из дома и получать всю информацию о тех платежах, которые необходимо оплатить. То есть упрощает гораздо, да, имеет смысл пользоваться? Да, да, конечно. Елена Владимировна, а кто освобождается от уплаты имущественного налога? Вообще перечень льготных категорий достаточно широк. Если говорить о наиболее распространенных, то есть там, где наибольшее количество льготчиков, это пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, другие нетрудоспособные граждане, участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи. То есть они полностью освобождаются? Если говорить о многодетных семьях, они освобождаются в полном объеме до тех пор, пока... Ну, многодетные, это пока ребенку не исполнилось 18 лет. Если трое детей, немец, либо более, до 18 лет, они освобождаются по всем объектам. Пенсионеры, инвалиды первой и второй группы нетрудоспособные, по объектам, расположенным не по месту жительства, освобождаются в полном объеме, по остальным объектам, то есть, допустим, если они проживают в доме, и вместе с ними проживают трудоспособные граждане, тогда льгот предоставляться не будет. Ну, хорошо, но если человек нетрудоспособен, или, скажем, это многодетная семья, то есть те, кто освобождаются от уплаты, но при этом объекты или недвижимость используются для предпринимательской деятельности, в этом случае налог уплачивает? Елена Владимировна, прежде чем вы ответите, у нас есть звоночек. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Наталья. Наталья, здравствуйте. У вас есть вопрос к нашей гости? Да. Скажите, пожалуйста, вот земельный налог на гараж, пенсионеры освобождаются от него или нет? Да, освобождаются. Гараж расположен не по месту жительства, и пенсионеры освобождаются независимо от наличия трудоспособных, проживающих вместе с ними. Здесь будет безусловно льгота. То есть полностью освобождается от этого налога? Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо за звонок. Всего доброго. Елена Владимировна, вернемся к предыдущему вопросу. Да, если объект используется, либо предназначен для использования предпринимательской деятельности, допустим, это какое-то производственное складское помещение, даже если оно не используется, но может быть использовано только для предпринимательской деятельности, льготы предоставляться не будут. Ну а для того, чтобы получить льготы вышеперечисленным категориям граждан, нужно какое-то заявление писать? Если льгота возникла в текущем году, то есть ранее она не предоставлялась, тогда необходимо предоставить в налоговый орган по месту нахождения объекта документы, подтверждающие право на льготу. И даже в том случае, если уже налог был предъявлен за целый год в полном объеме, будет произведен перерасчет и уменьшена сумма платежа с учетом того месяца. У нас льгот представляется с месяца возникновения права на льготу. Соответственно, будет либо, если это с начала года полностью перерасчитан налог, либо уменьшен. Но если человек не относится к категории льготников, скажем, и при этом налог не уплатил, чем это чревато? Чревато, к сожалению, привлечением к административной ответственности. У нас предусматривается административная ответственность в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее чем полбазовая. На сегодняшний день это 11,5 рублей. Кроме того, будет исчисляться пеня за каждый день просрочки. И если уплата не будет произведена в добровольном порядке, то суммы будут переданы в отдел принудительного исполнения. Но это, опять же, дополнительные будут понесены расходы на судебные издержки, на оплату услуг нотариальной конторы, которые будут производить нотариальный отпись. То есть, естественно, лучше не доводить до таких применений крайних мер, скажем так. Ну а по ставкам налогов что можете сказать? На сегодняшний день у нас налог на недвижимость исчисляется по ставке 0,1%. Но в отношении квартир с прошлого года ставка применяется 0,2%. При этом местным исполнительным и распорядительным органам у нас предоставлено право повышать. То есть в отдельных районах могут быть ставки повышены. То есть местные советы депутатов, получается, могут этим заниматься? Во сколько раз могут увеличить ставку? Не более чем 2,5 раза. Но здесь, опять же, необходимо ответить, что эти платежи, земельный налог и налог на недвижимость, они поступают в полном объеме. В местные бюджеты и фактически отдачу от уплаты этих налогов каждый увидит непосредственно там, где он живет. Потому что эти деньги будут направлены на улучшение инфраструктуры, другие какие-то социальные цели, именно того места, где он проживает. Ну и подытожим. Порядок уплаты налогов. Для всех един? Уплата земельного налога, налога на недвижимость, производится на основании извещений, вручаемых налоговым органам. Здесь я хотела бы обратить внимание и напомнить платильщикам арендную плату, что по этим платежам извещение у нас не предусмотрено законодательством. Уплата производится на основании договора. Но в случае... То есть здесь напоминания никаких налогов, орган предписывать не будет. Но опять же, неуплата этих платежей опять же повлечет какие-то привлечения к ответственности. И хотела бы также обратиться к платильщикам этих налогов, что в случае, если утеряно извещение на уплату, либо по каким-то причинам не получено, ну может быть в течение года человек поменял место жительства, либо где-то отсутствовал, то для того, чтобы узнать сумму платежа, если платильщики не подключены к личным кабинетам, необходимо обратиться в налоговый орган по месту нахождения объекта и уточнить эти суммы. И опять же, если какие-то вопросы по суммам предъявленных налогов, по расчету налогов, по предоставлению льгот, по каким-то другим таким моментам, которые необходимо уточнить, то все эти вопросы можно получить в налоговых органах, там, где находятся эти объекты. Еще раз, Елена Владимировна, если я хочу получать электронное извещение, что мне нужно сделать? Прийти в любую инспекцию с паспортом, заполнить заявку. В принципе, ее можно даже, ну как, не обязательно заполнить писем, но можно устно. Вам выдадут логин и пароль, и потом, заходя на портал Министерства по налогам и сборам, налог ГОУБА, выбираете личный кабинет платежи, и далее вводите логин и пароль, и там уже отслеживаете всю информацию, касающуюся вас. Ну а все дополнительные информации мы можем получить у вас. Спасибо, спасибо, Елена Владимировна. Дорогие друзья, напоминаем, что сегодня у нас в гостях начальник отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС по Брестской области. Кстати, у нас есть еще один звоночек. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Алла Михайловна. Здравствуйте, Алла Михайловна. Да, здравствуйте. Я хотела бы задать такой вопрос. Вот сейчас приходит извещение на уплату налога. Подача в этом извещении есть налог на недвижимость и земельный налог, а в гараже только налог на недвижимость. И когда идет уплата по земельному налогу, есть много вопросов. Именно когда это платят бухгалтеру гаража. Почему нельзя это сделать так же, как по дачам, чтобы вместе был и на недвижимость, и земельный налог? В одном извещении. Скорее всего, в вашем случае плательщикам земельного налога и земельный участок находятся не в собственности и предоставлены не физическому лицу, а гаражно-строительному кооперативу. Поэтому и плательщиком земельного налога является не конкретное физическое лицо владелец гаража, а гаражно-строительный кооператив. И возмущая земельный налог бухгалтеру кооператива, это получается неуплата непосредственно физическим лицом. Эта уплата идет как члены этого кооператива. Поэтому не может быть произведено в одном извещении уплаты земельного налога, налога на недвижимость. Фактически по гаражу плательщикам, физическое лицо является плательщиком только налога на недвижимость. Потому что ему принадлежит только сам гараж. Земельный участок это фактически в пользование кооператива. То есть, ну вот, организация. Спасибо. Спасибо, Алла Михайловна. Спасибо за вопрос и за звоночек. Ну что ж, будем завершать. Да, будем прощаться. Да, Илья Владимировна, большое спасибо вам за исчерпывающую информацию. Дорогие друзья, если вас заинтересовала тема или вы что-то не запомнили и хотите пересмотреть, вы можете увидеть сегодняшний выпуск на сайте нашей телеравиокомпании, либо на нашей страничке в интернет-канале YouTube. Ну а мы продолжаем, переходим к прогнозу погоды. А партнеру показа прогноза погоды, торговый центр Дидас Персия, он предлагает в аренду офисные торговые помещения. Аренда в Дидас Персия, мы с вами об этом прекрасно знаем, это отличная возможность разместиться в современном, благоустроенном и комфортном офисе, расположенном в центре Бреста и района с развитой инфраструктурой. Работа вашей компании в бизнес-центре Дидас Персия – это залог успешного развития бизнеса и благоприятного имиджа, который будет успешно отличать вас от ваших конкурентов. Ну а в торговом центре Дидас Персия всегда рады сотрудничеству с вами. Обращайтесь по телефонам, которые видите на экранах. Итак, прогноз погоды с торговым центром Дидас Персия. Дидас Персия Дидас Персия День Овна пройдет на позитиве, в хорошем расположении духа и преимущественно в оптимистическом настроении. Ожидаются крутые повороты судьбы и волнующие события в личной жизни. Телет. Сейчас лучше заняться делами, до которых давно не доходили руки. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. И запомните, на будущее звезды не советуют откладывать дела в долгий ящик. Близнецы. День пройдет отлично, без каких-либо неприятных сюрпризов. Но если все-таки будут сложности, родные и близкие люди обязательно подставят плечо. Рак. Не забывайте уделять внимание родным людям. Проявите повышенную заботу о них, чтобы ненароком не обидеть или не ущемить их интересы. Избегайте любых споров и конфликтных ситуаций. Никаких крутых перемен в судьбе у львов не предвидится. Все свободное время посвятите себе укреплению физического и эмоционального здоровья. Постарайтесь ни с кем не конфликтовать и не спорить. Девам нужно постараться запланировать как можно больше интересных дел. Но не пренебрегайте своим здоровьем. При малейшем недомогании примите меры. Весы. У вас отличное время, чтобы приступить к воплощению идей и задумок. Но не усердствуйте и не берите на себя повышенных обязательств, дабы не перегореть. Скорпион. Уделите особое внимание финансовым делам. Избегайте рискованных сделок. Велик риск стать жертвой мошенников. Стрелец. Ничего не принимайте слишком близко к сердцу. Чтобы не происходило, сохраняйте внутреннее равновесие. Неоценимую помощь и эмоциональную поддержку стрельцам окажут близкие и родные люди. В рабочих делах Козерог должен проявить инициативу идти со своими идеями к начальству. А вот в личной жизни предпочтительнее занять выжидательную позицию. Звезды советуют водолеям ничего не планировать и не слишком верить чужим обещаниям. Успех и пользу принесут случайные встречи и неожиданные знакомства. От вас требуется одно – искренность. Рыбы. Не обижайте родных и близких равнодушием к их делам и переживаниям. В отношениях с любимым человеком проявите терпимость, не рубите с плеча и не делайте скоропалительных выводов. 23 августа, дорогие друзья, среда, середина рабочей недели. Сегодня хороший праздник, День работников статистики. Мы еще раз поздравляем всех замечательных работников статистики с этим профессиональным праздником. Желаем вам прекрасного настроения сегодня, рабочего. Ну и, конечно, отпраздновать, как следует этот ваш профессиональный день. К слову, Кобринский парк имени Суворова также будет отмечать свой день рождения. Пока еще не юбилей, но все же день рождения. И к этой дате он приурочил фотоконкурс под названием «Планета Кобрин». Поэтому, дорогие друзья, на сайт парка высылайте фото цветные, черно-белые самых красивых мест Кобринщины. Победителей определят день рождения парка 10 сентября на сцене амфитеатра. Ну а мы предлагаем вам сейчас посмотреть исторический обзор и узнать, чем знаменателен день сегодняшней мировой истории 23 августа. Смотрим. Сегодня среда, 23 августа. И вот какими событиями ознаменован этот день. В 1913 году в этот день в Копенгагене был открыт памятник «Русалочке». Бронзовая скульптура андерсоновской героини «Русалочки» была создана по заказу крупного пивовара и мецената, который был очарован балетом по этой сказке, посмотрев его в Королевском театре Копенгагена. Моделью для «Русалочки» послужила жена скульптора. 23 августа 1920 года военно-революционный комитет Беларуси принял постановление о создании Центрального статистического бюро. С конца 90-х это Министерство статистики и анализа. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники государственной статистики. В 1943 году в этот день закончилась одно из крупнейших сражений 20-го столетия – битва на Курской дуге. Победа под Курском ознаменовала перелом в ходе Великой Отечественной войны. Вермахт потерпел сокрушительное поражение, предопределившее итог войны. В 1943 году в городском поселке Лаги Шинпинского района родился Тадеуш Юшкевич, ученый в области спортивной педагогики. Доктор педагогических наук, профессор. Основатель научно-педагогической школы по исследованию проблем подготовки спортсменов высокой квалификации. 23 августа 1977 года в Калифорнии совершен первый полет на летательном аппарате, приводимом в движение мускульной силы человека. Конструктором аппарата был Пол Биттим Макреди, а пилотом – велосипедист Брайан Аллен. Весил аппарат 32 килограмма и имел размах крыльев 29 метров. Его пропеллер приводился в движение с помощью педалей. Продолжаем нашу программу, дорогие друзья. И тема, о которой мы сейчас поговорим, действительно очень важна. Что же может быть важнее, чем эта тема? Как развивать в детях вдохновение, творческие способности и радость созидания? Расскажут наши гости, ведущие мастер-классов по творческому развитию, художница и педагог Ольга Стрижнева и режиссер Кукольного теневого театра «Светильник» Лена Штык. Доброе утро, девочки. Доброе утро. Как ваши дела? Как настроение? Прекрасно. Хорошее. Ну а вот утро для творческих людей – это как? Это все равно эспрессо. Легко просыпаться? Или все-таки творчество связано больше с вечерним, с ночным каким-то временем? Как вот для вас? Ну, в ночи намного лучше работать, конечно же. Но дети там в ночи не работают, а спят, поэтому… Да, и у детей свои ночи. Мне легче утром работать. Чем раньше, тем лучше. Но раньше не всегда получается проснуться. Ну да. Да. Мы же понимаем. Да, во многом, конечно. Но все-таки вот на ваш взгляд, как развить в своем ребенке вот эти самые творческие способности? Мы начали уже говорить за кадром об этом. Давайте вот все-таки… Да, и мы вслух можем произнести фразу, что самое главное – это не мешать. Не мешать, да. Не мешать развиваться. Ну а как ребенок? Он сам понимает, как ему развиваться? Как это вот… Ну, ребенок и творчество – это такие, можно даже сказать, синонимичные понятия. То есть ребенок, он по сути своей творчества. И поэтому, когда… Это немножко такое масло масляное, говорит, что ребенку нужно прямо помогать. Его нужно как-то направлять, может быть, но если ему не мешать, и если его, наоборот, как-то в рамки не загнать, то он сам обязательно творчество найдет. Ну, ему же кто-то должен давать знания, какие-то определенные институты знания, должен научить ими пользоваться. Кто должен это делать? Педагог или родитель? Ну, здесь совместно и педагог, и родитель, конечно же. Но я думаю, что направление можно именно определять какими-то вопросами, а не четкими установками. Ну, как бы ты просто расширяешь таким образом границы, даже если спрашиваешь, как ты думаешь, как можно изобразить пение птиц, предположим, да, и все такое. Но это, получается, расширяет совсем другие кругозоры, и ребенок начинает по-другому немножко видеть. Но то, что у каждого ребенка заложено видение своей собственной картинки, да, мы все индивидуумы, да. И очень часто педагоги, родители пытаются подстроить эту картинку под себя. Ну, а это уже априори неправильно. Ну, то есть четкость линий, там, ты не так глазки нарисовал, а улыбка должна быть вот такой вот. Ну, то есть там, и есть же такое, когда учительница показывает, как рисовать человека, да, и делает улыбку вот так вот, и ямочки оставляет. Ребенок потом в дальнейшем начинает точно так же рисовать. То есть эти улыбочки или глаза с ресничками или еще что-то, ну, и это, да. Хорошо, ну, а где вот грань между тем, чтобы, вот, как вы говорите, направить и не помешать? То есть, ну, это, на мой взгляд, очень зыбко. Ну, я думаю, что это всегда, да, как-то сложно определить эту грань, но я лично для себя, например, придумываю, как в работе с детьми, дорожки для отступления. То есть я всегда даю какой-нибудь материал, но при этом они выбирают тему, предположим. Или я даю им какое-нибудь направление мысли, и при этом они могут абсолютно по-разному ее интерпретировать. И в моих, мне кажется, идеально это при любых установках дать возможность уйти от темы. Это вот идеальный урок. А если начинаются вот эти, если урок становится похожим на вот эти книжки, знаете, когда ты говоришь, сейчас нарисуйте, пожалуйста, там овау. Теперь там приклейте полоску 5-5 сантиметров, там, и что-нибудь еще, тогда это уже провал полный. Я понял, почему меня так бесило рисовать кувши. Да. Мне тоже приходилось. Давай напомним нашим телезрителям о том, что мы работаем в прямом эфире. 21-55-65, номер телефона нашей студии. Дорогие друзья, дозванивайтесь к нам. Очень творческие, интересные гости у нас сегодня. У вас есть возможность с ними пообщаться. Лена Штык, Ольга Стрешнева сегодня у нас в гостях. Мы говорим о творческих способностях у детей. Хорошо. Ну вот, а можете посоветовать вот прямо сейчас, хотя, наверное, вы уже и посоветовали, какой-то вот экспресс-метод прямо. Чтобы прямо сейчас, не отходя от экранов, родители смогли... Ну, мой совет, можно, например, вот, если кто-то сейчас идет куда-то на прогулку, можно придумать историю о том, кто живет в какой-нибудь квартире. Любого окна, которое вы увидите, когда вы будете идти мимо. Можно нарисовать про эту историю, можно написать книгу и проиллюстрировать. Все что угодно. А можно найти дупло в дереве и тоже подумать, кто там может жить. То есть вот так вот вопрос задавать, да? Я уже представил, я сейчас выйду после эфира, я пойду искать дупло и потом... Причем это такой тренинг для родителей, потому что родителю, такому заштампованному человеку, очень сложно придумать правильные вопросы. Это на самом деле сложно. Именно поэтому сейчас очень популярны вот эти книжки, которые для меня, они кажутся совершенно элементарными и не особо привлекают внимание. Там, где, например, из кляксы предполагается что-то выдумать или там дорисовать какую-нибудь каракулю. То есть, по-моему, это логично. Это можно придумать самим, но это пользуется популярностью, потому что, да, родителю трудно. И это такой будет тренинг для родителей. Родителям придумать установку, придумать какой-нибудь творческий вопрос для ребенка, а ребенку на него ответить. Интересно. Так. Спасибо. Кстати, и родителю-то сложно будет ответить. Вот если ребенок задаст вопрос, кто живет в дупле, ну, белочка там, вот это единственное, что мне пришло в голову. Ну, то мы снова к вопросу заштампованности возвращаемся. Хотелось бы поговорить и о театре теней. Что он, да, где он работает, рассказывайте, кто его организовал, что он собой представляет. Один ли он такой в Бресте или их несколько? Театр теней родился примерно 4 года тому назад. Это случилось импровизированно. Это была деревня Великое Село, и мы просто с детьми собирали истории бабушек-дедушек, и потом все это перетворяли в тени. Дети рисовали сами куклы. И эти истории просто вот были кукольными потом вот себе. Вот. А потом я продолжила этим заниматься, и это очень интересный такой проект. Я беру всякие разные темы. Сейчас это больше тема экологии, и для меня еще очень важна работа вот с тенями. Как правило, этот проект длится 10 дней. За 10 дней мы рождаем вот этот самый спектакль. Совместно с детьми часто дети являются и сценографами, и сценаристами, и актерами. Ну, очень все по-разному на самом деле. То есть все зависит от того, кто наберется и какая тема. То есть если более сложная тема, да, то дети постарше, чтобы просто выразить тот самый изюм. И нужную истину эта тема. Вот. И для меня еще очень важен этот проект тем, что я не сторонник иерархического построения взаимоотношений. Да, у нас ребенок, как правило, рождается в обществе, и он сразу же становится вот на эту ступеньку. Вначале родитель — ребенок, воспитатель — ребенок, педагог — ребенок. То есть постоянно, как бы, ну, очень часто взрослые, они считают важным и значимым мнение ребенка, да. Как бы очень часто считают, что это они трактуют, говорят, как должно и как нужно. И они лучше знают. Но на самом деле иногда все можно повернуть. Вот. И в данном случае... Но нет, на самом деле это как бы ты переводишь ответственность свою собственную, ты отвечаешь за ребенка, за его поведение, да, якобы. Но и ребенок привыкает к этой картинке, и он бесится до тех пор, пока ты не скажешь ему так, стоп, или там не накажешь его определенно. Когда вот в сообществе детей у нас начинается в начале, да, та самая анархия и бессиловка, и дети просто не могут успокоиться, потому что привыкли, что сейчас им скажут, и накричат на них. Но в дальнейшем я им просто говорю, что мы команда, и какие важные... какая важность и ответственность на каждом из них лежит. И к концу вот проекта как бы у детей наступает саморегуляция. И они в реалии, вот в этом вот маленьком коллективе, начинают сами себя одергивать, сами понимают, что нужно туда-то в коробку положить телефон, чтобы он не отвлекал во время репетиции и все остальное. Но это на самом деле работает. Просто дети, они намного быстро, быстрее переключаются с одного режима в другой, нежели чем взрослые. То есть мы уже немножко на таком, ну, немножко закостенелые, да, чтобы поверить в то, что может быть по-другому. Немножко, наверное, должно это слово, правда? Ну да, и плюс ко всему, да, еще вот эти все воспитательные процессы, начиная с Советского Союза, да, как бы они, ну, предполагали вот ту самую иерархию. Как бы и теперешние, если взять европейские всякие сады, школы, да, то есть они предполагают абсолютно другое выстраивание взаимоотношений. Ну это, наверное, целая отдельная тема для этого. Ну да, это отдельная тема. Ну искусство, ну искусство, вот это тоже включается, то есть через искусство, вот таким образом, как вот светильник, театр, да, или, например, уроки Олины, да, то есть ты прислушиваешься к детскому мнению, прислушиваешься к тому, чего дети хотят. Вот, вот. Вы работаете на базе какого-то учреждения? Нет, на самом деле нет, как бы просто по ходу дела, когда рождается проект, он просто делается в том месте, ну, в той локации, где он будет. То есть это был, например, Минск, музыкальная школа района тракторного завода, это был Брест на основе театра Крылых Холопа, пространство КХ, то есть мы создавали там спектакли, ну, то есть все зависит. Ну, сейчас это будет Дедич, и на территории Дедич будет создаваться тоже подобный проект. То есть абсолютно разные локации. Да, 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 то есть это не привязка. У нас есть пригласительный билет. Наши гости, Ольга Стрижнева, Лена Штык, принимают участие в Брестском уличном фестивале «Сумасшедший дом 4». На фестивале всегда уделяется большое внимание детям, именно с детей фестиваль и начинается, будут идти параллельно два мастер-класса, да, в разных местах двора. Да, вы только что его узнали. Нет, не знаю. Ну что ж, мы разыграем вот этот вот билет на фестиваль «Сумасшедший дом», и вопрос у нас простой. Вам нужно дозвониться к нам по телефону 21 55 65 и рассказать о самом ярком творческом впечатлении вашего детства. В любом. Это может быть какой-то интересный рисунок, может быть это какая-то песня, может быть да все что угодно, дорогие друзья. Просто позвоните и поделитесь самым ярким творческим впечатлением вашего детства, и этот билет будет по праву ваш, и вы сможете встретиться с нашими гостями уже непосредственно на территории «Сумасшедшего дома». Звучит, конечно, страшно, но фестиваль добрый, веселый и хороший. Итак, ну что ж, продолжаем нашу беседу. Ну, наверное, несколько слов нужно сказать о взрослых. Бывает так, что взрослые вот теряют, да, 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 говорит мне Игорь, теряют эту радость жизни, куда-то пропадает вдохновение. Как это все вернуть? Вот расскажите, пожалуйста. Вы наверняка знаете эти секреты. У каждого пропадает, кажется, как с детьми. Вообще абсолютно так же, теми же способами можно. Мне вот нравится погружаться, в принципе, и с детьми в какие-то такие ситуации. Ну, для меня важно, чтобы мы не просто там делали какую-то поделку, а поверили, что если мы там делаем какой-то цветочек для сказочного леса, то это действительно существующий лес, и это будет реальный цветочек. Вот мне кажется, в работе со взрослыми тоже очень важно, чтобы они поверили. И это на самом деле очень интересно. Ой, на секунду прерву, потому что есть у нас звоночек. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Как вас зовут? Даша. Даша, здравствуйте. Даша, хорошо, что вы с нами. Вы откуда, из какого города? Из Бреста. Из Бреста. А сколько вам лет? Тринадцать. Тринадцать лет, то есть, ну, уже юность. Итак, ну что ж, по поводу детства, какое-то яркое творческое впечатление. Чем поделитесь? Я учусь, училась, буду учиться в хореографической школе. И, в общем, мы ездили в Грецию. На ансамбль у нас был. Мы ездили в Грецию на фестиваль. Это очень яркие впечатления. Я узнала много всего нового. Посмотрела творческие номера для других коллективов. Это было все очень прекрасно. Ну что ж, здорово, Даша. Отлично. Спасибо вам за ваш звонок. Билет по праву ваш. А вот что-то конкретное. А вот я хотела поинтересоваться у гостей. Дай мне мой билет. Впечатлило ли вас впечатление нашей телезрительницы? Впечатление. Впечатлили ли вас впечатления? Впечатление. Впечатление. Да. Даша, вы сказали еще? Может быть, у вас есть какие-то вопросы к Дарье? Да. Дополнительные. Мне было бы интересно, что именно свежее было. Потому что обычно я согласна с Дарьей. Наверное, приезжаешь куда-то в новое место и чувствуешь совершенно другое отношение к некоторым вещам, к которым мы как-то иначе относимся здесь. Может быть, что-то такое было? Что-то интересное, да? Ну да, вот что-то самое, наверное, яркое в этой поездке. Вот что вот просто зацепило так, что вот врезалось в память? Может, другие зрители были, может, по-другому реагировали. Зацепило то, что мы заняли гран-при. Хорошо, амбиции, во-первых, да, удовлетворены. А вот какие-то, может быть, интересные здания или какие-то интересные люди или танцы? Архитектура, конечно, да. Да, очень красиво там вообще в Греции. Отлично, все, спасибо огромное. Спасибо вам за звоночек. Мне кажется, можно отдать пригласительный билет, правда? Каша, билет ваш, не кладите трубочку. Да, не кладите трубочку. Администратор расскажет, как вы сможете его забрать. Вернемся к взрослым. Все-таки, давай вот, чтобы не голосовало, смоделируем ситуацию. Вот, казалось бы, работа или ведущего достаточно творческая. Потому что общение с новыми людьми всегда. Да, подборка интересных новостей и так далее. Но, тем не менее, она может перерасти в определенную рутину. То есть это становится каким-то определенным конвейером. Как вернуть творческое мышление? Вот данная ситуация. Вот конкретно для нас. Хороший кейс. Мне кажется, что вообще в любой работе это может быть. Потому что я, например, все время чувствую, что я в какие-то рамки захожу. Как художник, да, и как педагог. Как педагог, как художник, как кто угодно. Я не знаю, как выйти, я не могу посмотреть на это со стороны. Думаю, вот типичная ситуация. И тут, наверное, трудно сказать, что нужно обратиться прям к какому-то творческому человеку, чтобы он тебя вытянул. Просто, мне кажется, нужно новые ситуации себе подкидывать извне. Новой дорожкой ходить домой или поехать куда-то. Может быть, попробовать что-то новое. Сходить там, заняться спортом, если не занимался спортом. Если слишком творческая работа передающим. То есть простые вещи какие-то, да? Ну, просто такие вещи, они заставляют тебя посмотреть на мир глазами других людей. И это тоже тебя может натолкнуть на какие-то новые вопросы, новые решения. Да, я хотела сказать по поводу опыта других людей. То есть как бы очень хорошо и энергией подпитываешься, и новыми впечатлениями, и желанием делать что-то новое, когда видишь, как работают другие, и видишь хорошую работу других человек. Ну, так что, вот в вашем случае, не знаю, смотрите. То есть расширение горизонта. Да, да. Можно даже, да, я думаю, что изначально всем очень некомфортно. На самом деле, очень странно. Мы с Леной говорим о вещах, абсолютно не связанных с кисточкой, с чем-то еще. Просто о других. Но это и есть, наверное, такой творческий подход. Потому что всегда мы сталкиваемся с какими-то дискомфортными для нас вещами. Это, наверное, самое важное, найти именно таких людей, которые живут как-то совершенно иначе. По другим правилам. И когда это вызывает изначально какой-то такой негатив и отторжение, то можно просто попробовать, посмотреть. И, наверное, это будет самый сильный опыт. Попробовать иначе взглянуть на свою жизнь с глазами вот этого человека. Может, ему тоже не очень комфортно. Да, еще я хотела сказать, что в теперешнем мире же очень сильно стерты рамки между звездами и людьми, якобы обычными. То, что раньше являлось прям таким вот огромным рвом между этими людьми, пропастью, да. Сейчас ты настолько стерта, и сейчас человек без образования может быть в ведущем мире, взять блогеров, всех блогеров, вижу с ними. И точно то же самое касается искусства, да, как бы рисования. То есть вот Оля ведет, например, курсы за один урок, ты рисуешь картину, да, и ты приобщаешься к этому. И я тоже недавно прочитала такую фразу, очень-очень важную для меня, что через искусство мы осознаем свою значимость, да. То есть через вот такие вот маленькие какие-то штуки ты что-то создал, да, и это значимо очень для тебя. И ты понимаешь, что, ну вот, вот, и от этого ты чувствуешь себя лучше. И опять же, еще из той же статьи, которую я читала, о том, что уже по британским исследованиям доказано, что с помощью искусства можно, да, это к дню статистики теперешней, что искусство может уменьшить, как бы, обращение в больнички, там, на 27%. То есть реально искусство предполагает оздоровление человека. Ваши любимые британские ученые. Я к тому, что... Британские ученые, я вам договорить с ним буду. Да, и я к тому, что в теперешнем разнообразии, то есть для взрослых же предоставляется очень-очень много возможностей. Столько же, наверное, сейчас, как и для детей. То есть раньше было круто заниматься с детьми, да, но для взрослых не было никаких мастер-классов особых. А сейчас это просто кладезь, главное поищи. Ну и все, что касается рисования, да, это просто очень... Ну и кажется, мне нужно относиться к этому. Вот это очень странное отношение к творчеству, как к чему-то странному и к чему-то элитному. Ну вот вообще к творчеству всегда такое отношение, оно всегда немножко предвзято. То есть либо негативное, либо позитивное, но это всегда неравнодушное отношение. Мне кажется, нужно, наконец, согласиться с тем, что это необходимый для всех момент жизни, который позволит нам креативно мыслить, выходить из нестандартных ситуаций различных. Там для математиков это очень полезно, потому что мышление должно быть абстрактным. Мышление должно быть гибким для любого человека, особенно для человека науки. Поэтому, мне кажется, надо перестать относиться к творчеству, как к чему-то такому, к блаже и к чему-то супер такому элитному. То есть относиться к нему проще, как к части жизни. Спасибо. А взять целый пласт арт-терапии, это же просто космос, когда через нее... Вот, это тема для общения в нашей сне, в нашей программе, поэтому мы вас заранее приглашаем. Да, спасибо огромное. Действительно, тема очень большая. И вот в последнее время это стало целой тенденцией. То есть мы, давайте мы не закончим на этом нашу встречу, да? Мы поставим просто запятую. Дорогие друзья, напоминаем, что сегодня у нас в гостях Ольга Стрижнева и Лена Штык. Вы сможете с ними встретиться и пообщаться вместе с вашими детьми на фестивале «Сумасшедший дом», который пройдет 26 августа в городе Бресте. Ну а пока мы, к сожалению, прощаемся с нашими гостями. Переходим к нашему следующему также творческому сюжету. Участника фестиваля народного творчества «Скрыниц Продвечных» встретила деревня Грушевка Ляховического района. Как это все происходило и чем удивляли его участники, знает Диана Мещук. Будущее, сохраняя прошлое. Участника фестиваля народного творчества «Скрыниц Продвечных» встретил уютный уголок Ляховического района, деревня Грушевка. Название фестиваля говорит само за себя. Это корни нашей истории, истоки наследия, понимания родной земли, на которой живем и работаем. Иногда грустим и так часто радуемся. Впервые фонтан «Крыниц» заструился в начале нулевых. Идея попала точно в цель. И примечательно яркий дебют получил ежегодное продолжение. Из небольшого местного праздник превратился в полноценный районный фестиваль. Вы решили проводить тут, у вёсцы Грушевка, колесядзибы Рейтана. Потому что, введается, память – это наше будущее. И как больше затримать того часу, что неколи было, как вспомнить наших дядов, протков, мы выросли проводить этот фестиваль фольклорного искусства «Скрыниц Продвечный» в 16-й раз. Прологом фестиваля стало праздничное шествие делегаций творческих коллективов по главной аллее бывшей усадьбы Рейтанов. В своей аутентичности соревновались взрослые и детские коллективы из Ляховицкого, Барановицкого и Пинского районов. Репертуар разнообразный. Наигрыш с частушками, местечковые песни, обряды. Самая молодая фольклорная группа среди всех выступающих – «Веснянка». Участие в фестиваля стало для них дебютом. Совместным решением для конкурса выбрали постановку «Обряда Юрье». Показать, как отражается земля, как она просынается, какие некоторые дни проводятся именно в этот святок. Нажать теперь в «Весках» не проводят сами люди этого обратно, когда выгоняют коров. Но есть старожилы, которые держатся в подарок и проводят это. И мы с девчатами хотели показать всем, как нужно проводить и что нужно делать именно в этом святке. Собирается много народу, и они видят эти обрады, что они делали раньше. И как бы это не забывалось, наверное, нужно делать это частей и частей. Ну а какой фольклорный фестиваль без выставки народных промыслов? Тут было все, чего душа просила. Неповторимыми красками пестрили вышивки, привлекали внимание изделия из соломы и лозы. И в будущем спадемся, что все-таки отрывается одновидно нашу седибу. Капсягам часы у нас был на территории Ляховичского района свой маленький, но довольно утольный куточек, который можно было бы запросить не только жахаров нашей краины, а для ближнего и дальнего замежа. Проводя такие праздники, организаторы делают ставку не только на популяризацию белорусской народной культуры, но и на значительный туристический объект – усадьбу Рейтонов. Уверены, что без сохранения корней истории и истоков наследия невозможно уверенно шагать в будущее. Пещера Крубера считается на сегодняшний день самой глубокой в мире. Она находится в Абхазии, и ее глубина составляет 2196 метров. Она представляет собой серию колодцев, которые соединены галереями. Гарпия – это самый большой орел в мире. Длина тела этого орла от 90 до 110 сантиметров. Самка весит от 7 до 9 килограммов. Этот крупный орел обитает на равнении в тропических лесах Центральной и Южной Америки – от Мексики до Бразилии. Численность этого вида, внесенного в Красную книгу, сокращается из-за вырубки леса и браконьерства. Гарпия гнездится в кроне высоких деревьев на высоте 60 метров над землей. А это самое длинное слово в мире состоит из 189 819 букв. Произносится 3,5 часа. Это полное химическое название самого большого белка. Считается самым длинным словом в любом языке. Доброе утро, Брест! Привет, Брест! Брест, просыпайся! Доброе утро, Брест! Брестская область! Доброе утро! Брест, просыпайся! Доброе утро, Брест! Доброе утро! Просыпайтесь, бодритесь! Если вы завтракаете, мы желаем вам приятного аппетита. Если же вы уже позавтракали и делаете зарядку, внимание, а потом позавтракали, да. Внимание, тогда не переключайтесь, потому что наш личный фитнес-тренер даст вам парочку дельных советов. Доброе утро! Мы продолжаем работать над красотой нашего тела в нашей любимой планке. Поэтому сразу же, не теряя времени, опускаемся вниз и начинаем работу. Принимая исходное положение планки, мы начинаем передвигаться. Одновременно переносим руку и ногу в сторону и возвращаем. Выдох. В сторону. Выдох. В сторону. Выдох. Упражнение не очень легкое, поэтому 10 повторений вам будет достаточно. И после этого нагружаем наши плечи. Уходим вниз и поднимаемся наверх. Обязательно стабилизируйте таз, чтобы он не поднимался выше ваших плеч. Неподготовленному человеку будет сложно выполнить сразу много повторений, поэтому старайтесь делать с перерывом, но соблюдая технику. Тем, кто более-менее подготовлен физически, 10 повторов будет достаточно. Если вы хотите, вы повторяете это несколькими кругами. Если просто размяться, выполняйте один круг. Я уверена, эти упражнения будут вам полезны. Хорошего дня! Спасибо, Юля. Я думаю, что эти простые советы помогли вам также взбодриться, дорогие друзья, как это сделали мы. Ну, а мы переходим. Мы продолжаем и желаем вам, чтобы хорошее настроение не зависело от погоды за окном. А почему? Потому что синоптики бьют тревогу. В Беларуси идут сильные дожди. Сегодня-завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Поровистый ветер ожидается до 22 метров в секунду. Что конкретно узнаем из прогноза погоды наших синоптиков? И напоминаем, что партнер показа прогноза погоды, торговый центр «Дидасперсия» предлагает в аренду торговые и офисные помещения. Аренда в «Дидасперсии» – это отличная возможность разместиться в современном, благоустроенном и комфортном бизнес-центре, который расположен в самом сердце Бреста с самой развитой инфраструктурой. Работа вашей компании в торговом центре «Дидасперсия» – это залог успешного развития бизнеса и благоприятного имиджа, который будет выгодно выделять вас среди конкурентов. Контактный телефон вы видите на экранах. А пока прогноз погоды с торговым центром «Дидасперсия». Дидасперсия Ну что ж, вот и подошел к завершению наш утренний эфир. Дорогие друзья, мы хотим сказать огромное спасибо нашим друзьям и партнерам студии флористики «Жардан», чьи цветочные композиции создают настроение и вам, и нам. А также хотим сказать магазину мужской модной одежды «Базиони», который находится в торговом центре «Дидасперсия», торговом центре «Корона». Самый полный выбор прекрасных мужских костюмах, старого щегавского, всего самого нужного, что только есть для мужчин. И, конечно же, в первую очередь мы хотим поблагодарить вас, наши дорогие телезрители. Спасибо за то, что каждое утро буднего дня включаете канал «Беларусь-4 Брест» и проводите время вместе с программой «Утренний эспрессо». С вами сегодня были Игорь Пашечко и Екатерина Стриха. Хорошего дня, дорогие друзья. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин